Задумай. Кто смочит жизнь правильную? Мне нужно задавать сегодня вопрос в ловице, в ловице, в ловице, в ловице, в ловице. Кто смочит жизнь правильную? Из грешной жизни. Правильная жизнь не означает жизнь, которая приводит к высшей цели человеческой жизни. И, соответственно, грехи — это то, что мешает. Есть определенные желания у нас в жизни, которые разрушают нашу судьбу. Наши желания чаще всего не приводят к счастью. А правильная жизнь основана на знаниях и желаниях. Люди обычно живут желаниями. То есть они, допустим, захотелось замуж, быстрее надо замуж. А чтобы замуж выйти правильно, надо убедить желание. Надо вот это желание быстрее замуж успокоить. И тогда включится разум, который поможет правильно выйти замуж. Желание само по себе указывает на направлении жизни, но оно чаще всего разрушает жизнь само по себе. Допустим, сильно хочется кушать. Обычно в этом состоянии человек не кушает нормально. Нас нужно успокоиться, когда ты покушаешь нормально. Если сильно хочется кушать, то это будет не кушание уже, а хватание пищи прокладывать. То есть, видите, само по себе желание является признаком того, что будет разрушаться жизнь. Если уж говорить о правильной жизни, то это довольно смело для многих, это будет неожиданностью, что правильная жизнь — это жизнь, приводящая человека к отношениям с Богом. Неправильная жизнь — это когда человек сильно зацеплен на себе. Он называется греховной жизнью, когда человек живет для себя. Когда человек начинает жить для людей, это лучше. Когда человек начинает жить для святости, для возвышенной человеку в жизни, для бескорыстного начинает жить. Когда он плетает полное счастье. И так же решается грехов, очищает свое существование. В грехе — это сила, которая живет внутри, в сердце человека. И она портит жизнь через характер. Когда человек совершает поступки тяжелые, у него портится характер. И восприятие мира портится. У него меняется понимание и ощущение. Он начинает больше недостатков в мире, меньше хорошего. Очень простое определение. Кто такой чистый человек, кто грязный. Грязный означает греховный. Греховный человек больше видит недостатков в мире. Его внимание на это сосредоточено. А чистый человек больше видит хорошего в мире. Сразу скажу, что значит чистый человек — это глупый человек. Нет. Видеть больше хорошего — это не признак глупости. Потому что грехи все равно видны в любом. Просто разумный человек, чистый человек не придает им значения. Не считает, что это в человеке главное. Допустим, если убийца приходит к святому человеку. Как святой святый человек разговаривает? А? Подобран. И у того раскрывается сердце. Почему он разговаривает с ним подобранно? Потому что у него есть такая сила. Потому что от убийцы что идет? Какое у него идет воздействие? Негативное, да. То есть он выводит на негатив собеседника. Но святой человек не выводится на негатив, потому что он очень сильно сосредоточен на хорошем человеке. В результате получается, что человек — убийца, негативно настроенный человек. Он получает в отношении со святым человеком план. А святой человек не скверняется рядом с убийцей или нет? Нет. Это где-то сравнивается с лебедем. То есть святой человек называется на санскрике парамаханца. Парам означает подобный лебед. Есть пара подобные, а парам означает высшее отъявление лебединных свойств. Можно и так трактовать. И это объясняется следующим образом. Несколько качеств лебедя описываются. Первое качество, когда отдать молоко с водой, смешанной лебедью, то он берет молоко, начинает пить и вот так вращает воду, вот эту жидкость, и она, молоко оседает на нюбе, всасывается, а вода остается, он его потом укрепывает. То есть он извлекает молоко из воды, может извлекать молоко из воды. То есть это означает, как раз вот это свойство, самое лучшее в человеке находить, а плохое не обращает внимания. Лебедь извлекает молоко из воды, а святой суть из человека. Следующее свойство, это не смачивается. То есть лебедь не смачивается водой, потому что у него перья смазаны жиром, у него перья сухие, у него тело сухое плавает, у него тело не мокрое, сухое. Так и у святого человека, когда он находится в какой-то среде, он не попадает под влияние, потому что он не настраивается на негатив. Когда человек настраивается на негатив, он попадает под влияние, не настраивается на негатив, не попадает под влияние. Кто, кто не настраивается на негатив, ему не больно в ситуации. Если человек не больно в ситуации, значит, у него разум включен. Как только боль включается, разум не включается. Если человек полезно воспринимает ситуацию, он уже не может эту ситуацию оценивать правильно. Ему нужна помощь, подсказка нужна. Вот должен быть помощь. Чего бы не садиться? Есть много садов. Поэтому человек не должен жить в боли или в обиде. В этом состоянии разум не может работать. Человек не может оценить правильную ситуацию. И как раз вот это уже приводит к следующему фразе, что такое внутренняя жизнь. Внутренняя жизнь — это жизнь, в которой нет боли. Кто-то побеждает боль. Потому что когда у человека больно, неприятно, обидно, тяжело, то он никогда не может внутренней жизнью жить. Его сознание направлено на объект боли. Понимаете? То есть кто-то от меня ушёл, я об этом думаю, меня с работы выгоняют, я об этом думаю. Ещё что-то со мной происходит, я об этом думаю. Понимаете? То есть это внешнее сознание. А внутреннее сознание — это внутренняя жизнь. Это жизнь, в которой человек общается с чистотой других людей. Вот с грязью мы общаемся вовне, видим внешне. А чистоту человека можно видеть только сердцем. Допустим, взгляд в глаза человека, соприкасывание с камерой происходит, если мы в глаза смотрим. А в сердце человеку смотрим, соприкасаемся с... с Каниславом, он почувствовал, что я видеть хочу. Нёс мне плоды, потому что он сердцем со мной связан. Веды говорят, что человек, который не знает как жить внутренней жизнью, он просто зря тратит время в человеческой жизни. Даже если он достиг очень больших успехов в жизни, у него высокое положение в обществе, и у него учёная степень большая какая-то, он имеет много средств, очень состоятельный человек. Но если он не может жить внутренней жизнью, значит, он просто зря тратит время. Потому что счастье в жизни получает человеку через внутреннюю жизнь. Смотрите, сразу вещь, есть наслаждение, есть счастье. Понимаете, разница? То есть, если человек приехал на Майами, говорит, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, балдеет, да? Это счастье или наслаждение? Наслаждение. А что такое счастье? Счастье — это когда два человека очень глубоко понимают, понимание означает любовь. То, что они выпили, ты меня уважаешь, уважаю, понимаешь, понимаешь. Нет, я говорю не про это, понимание, как я на Букаре. Я говорю о понимании, в котором человек включает желание помочь человеку, разобраться в его трудностях, то есть, желание победить его проблемы, служение, состояние служения. Внутренней жизни — это всегда состояние служения. И часто мы живем внутренней жизнью с вами. Мы сердцами связываемся, мы общаемся с сердцами. И когда человек внутренней жизнью живет, его жизнь меняется. Он много что-то понимает в жизни, осознает. у него происходят сильные изменения в судьбе. Наружная жизнь, оно внешнее изменение происходит. Ты можешь там успешным быть, внешним, но внутренней жизни не будет. И это может не быть, может быть, может не быть. Все зависит от того, сколько ты времени тратишь. То есть, само богатство не означает, что ты будешь несчастным, не означает. Также не означает, что ты будешь счастливым. Количество счастья определяется количеством внутренних отношений. Допустим, у тебя с женой нет глубоких отношений. Нет счастья. Глубокие отношения, над ними надо трудиться. И тут начинается с молитвы. Внутренняя жизнь начинается с молитвы. Смотрите, есть два способа жить. Один способ. Я живу тем, что приходит ко мне, или я окружусь над судьбой. Сейчас мы живем в мире потребления. То есть, мир потребления означает, что мы ничего не мы не трудимся над жизнью. Мы принимаем то, что приходит. Мы смотрим телевизор, радио, компьютер, игры различные. Так? Сейчас возможностей просто принимать наслаждение очень много. Различные. И это не жизнь. Потому что все это время, когда человек этим занимается, он не получает никакого счастья по факту. Он просто лишен страдания в это время. То есть, у тебя все нормально, все нормально. Все нормально означает, нет страдания. Посмотрел фильм какой-то, развлекался, счастье получил, нет, просто в это время ты не страдал, забылся. Забылся, в этом развлечении. Но счастье это другой аспект жизни. Когда человек все-таки осел перед изображением своего наставного, другого учителя, начал молиться, отклониться на память своими, почувствовал чистоту, чистоту человечества. Дальше я настроился на вас в эту лекцию твоей, начал вспоминать глаза, которые на меня смотрели, почувствовал чистоту человечества. Это, я почувствовал счастье в этой лекции. Счасть означает глубокое понимание людей, желание сделать лучше, помочь. Счастье находится в сфере душевной жизни, душевной жизни. не в сфере развлечения, а в сфере действия, которое начинается с труда. Сесть молиться очень трудно, очень трудно себя заставить это делать, потому что происходит какое-то переключатель. Мне кажется, что тебе некогда этим заниматься. Ты садишься, думаешь, завтра, не сегодня. Почему? Потому что психика все время направлена на развлечении. Она не хочет трудиться, но ее надо заставить. В этом заключается победа над судьбой. Человек должен заставить учиться побеждать судьбу. Вот, допустим, есть муж, который объелся кружь уже лет пять назад, и все, и не хочу больше о нем думать, надоел, плохо себя ведет, плохой. Есть слитой человек, да? Ты поклоняешься слитому человеку, и так как у тебя чистота в сердце увеличивается, отношение к мужу тоже становится чище. Начинают вспоминаться какие-то хорошие события в жизни с ним постепенно. Это называется труд над судьбой. Когда человек заканчивается мою молитву, мне надо два часа примерно, чтобы очистить все свое существование, все люди, которые меня окружают, я к ним уже в это время хорошо отношусь, я их простил, у меня светлое чувство по отношению к ним. Два часа с утра и весь день хорошее отношение. Но в течение дня опять кто-то допустим обидел, сделал не так, и потом опять ощущение существования. То есть внутренняя жизнь, она приводит к человеку победить судьбой, потому что судьба действует как за крючки цепляется за обиды, обиды, зло, расстройство, непонимание, депрессию. Через этот крючок вся потом плохая сила входит в человек. Все болезни, все нехорошее в судьбе входит через плохое чувство. Допустим, вам по судьбе появляется вот эта сила, которая может вас выднать с собой. если начальник приходит на прием, но он уже склонен вас выдвинуть с работы, но у вас нет зацепок, у вас светлый взгляд спокойный, доброжелательный человек, вы с ним очень по-доброму разговариваете, хотя он вас подстрекает, он недоволен вами, и он не сможет выгнать. чтобы выгнать, нужно основание, нужно в глазах увидеть обиду, боль, депрессию, злобу, что-то надо увидеть. И нельзя выгнать доброго человека, по-доброму смотрится, невозможно выгнать, нужны какие-то основания, внутренние, сердце основания, по крайней мере нормального человека, если человек сам злой, то слава Богу, что у вас найдет себя лучше. Видите, то есть внутренняя жизнь это жизнь, но большинство людей не знают, как жить внутренней жизнью, у них нет опыта, поэтому они несчастны в своей жизни. Потому что счастье вырабатывается в сердце человечества, оно не вырабатывается в событиях. Часто люди приходят к психологу и спрашивают, что делать, вот ситуация такая, и он рассказывает, показывает какие-то способы решения ситуации, способы такие механические, то есть или мы вместе, или не вместе, или улыбаемся, или не улыбаемся, или говорим нежно, или говорим построже, ну то есть какие-то механики, знаете, какая, кукольная жизнь внешняя, не работает. Потому что когда человек в сердце своем решил проблему в отношениях в сердце, он помолился долго и лучше стали отношения с близким человеком, то тогда хоть ты улыбайся, хоть не улыбайся, все равно чувство будет другим. Хоть мы строго говорим другим, все равно это будет восприниматься по-другому, потому что люди круг-круг воспринимают сердцем, а не внешним. включает свой мобильник. Продолжаем с вами беседу по выгодному цитату. мы говорим сегодня про суд. Можешь ли ты разумно негодовать на человека, одержимого каким-нибудь отвратительным недугом? Болеет человек с ним. Чем он виноват, что его соседство тебе противно? точно так же относись к нравственным недугам. И же в нравственной недуге, пьянство допустим, нравственная недуге, и курение, нравственная недуге. Я изучал серьезно этот вопрос и пришел к выводу, что это болезнь, просто человек болен, болезнь разума, болезнь тела, болезнь разума. Человек выпивает, он болен, он не понимает, он будет сам грустом, но он не может. Или не знает о том, что надо бросать. Это тоже болезнь, и знание тоже болезнь. Ну то есть от него воняет, у него уже поведение стало таким нехорошим, да? Это близная болезнь, он больный. Есть такой детский анекдот. Игрушка встречается с зайчиком, да? Зайчик спрашивает, что такая? скользкая и вонючая. Не дивился так. Она говорит, да я полею, а так я обычно мягкая, пушистая. сейчас я просто поделюсь. Понимаете, о чем я говорила? но интересно, что мы не можем реагировать на нравственные недуги точно так же, как на физические. причина заключается в том, что нравственные недуги человека пьет по психике и вызывает боль. муж приходит, пьяный так больно женился и становится больным. И поэтому она не может реагировать нормально. Она злится, ей тяжело, плохо рядом с этим человеком ходить, плохо. И с точки зрения судьбы это называется наказанием. Потому что когда человек с нравственным недугом попадается в жизнь, ты попадаешь в тюрьму своей судьбы в тюрьму. По факту все наказания мы получаем через родственные. как еще человека подцепить? Как заставить его акробан перед кармой? Допустим человек в прошлой жизни выпивал сильно пиво и он приносил проблемы всем как сделать так чтобы он за это ответил? Как знаете судьба как пил? Рождается женщина в следующую жизнь. Женщины обычно не пьют. Что им не зачем пить? Мужчинам есть зачем пить, потому что вот какая энергия любви. А у женщины у самой есть энергия любви. Она может ее не обязательно с мужем, она может пить и обмениваться с подружками. Поэтому ей не зачем пить, у не хватает энергии любви. А у мужчины не хватает энергии любви, и поэтому он пьет. Потому что он с женой не может по каким-то причинам обмениваться, а ему нужна любовь. И нехватка любви вызывает у него желание выпить. Когда человек не восполняет ее духовной жизнью, внутренней жизнью, то у него нет выбора, ему приходится пить. Когда человек выпивает, он в психике расслабляется, потому что энергия любви входит внутрь. Когда он не выпивает, если жена не любит, то энергия любви внутрення входит, и он страдает от этого, может даже сильно заболеть. Человек расслабляется, когда человек выпивает, от него исходит нерзость, от его психики. И жена, вот эта женщина, которая пила на прошлой жизни, она находится в предке судьбы, потому что когда люди начинают половой жизнью жить вместе, они через нижние психические церкви, судьба, узел такой завязан, то есть от человека уже не уйдешь. Вот с ним начал жить, вместе половой жизнью, половая жизнь, она переплетает психики вот так, связывает психику. И все, значит с этого момента уже можно включать карму, наказание включать, судьба включает наказание. Сначала связывай людей, а потом если у тебя есть какие-то наказания, то ты будешь получать через рот с ним, через мужа, через детей, украшение. Интересная система? И никуда не денешься, тут не убежишь, потому что это твой родственник. Конечно, некоторые убегают, но от этого еще хуже становится потом, чаще всего. Потому что когда человек убегает, он вот этот узел с мясом вырывает из сердца. Это сердце сердца вручальное кольцо непростое украшение, сердец одно решение, да? Решение. Вот. Ну, то есть сердца связаны с узлом сухи. И когда человек уходит, бросает этого человека, он вырывает кусок мяса из сердца, тому пользу. Он ждет или сильно очень горчон. И за это приходится отвечать. Видите, то есть судьба поэтому наказывает всегда тех, кто совершает плохие поступки прошлой жизни и наказывает трудностями. Некоторые смотрят на меня, на Алик Геннадьевич, у вас, наверное, нет трудностей, вы улыбаетесь. Нет, меня тоже наказывают судьбу, потому что так же все остальные я такой же как вы человек. Но просто я знаю метод, с помощью которого можно прямо параллельно с трудностями улыбаться. Этот метод отношений с чистотой человечества, со святостью. Он дает силу стойкости. Психика не рушится, когда наступают трудности. Не рушится. Видите, Марк Аврели здесь призывает к разумности. точно так же относись к неравственным недугам. Потому что можно с позиции разума человека привлечь к пониманию вещей. С позиции разума. Допустим, раз человек увидел нравственный недуг, женщина склонна к разврату. Нравственный недуг больная внутри. Ей трудно жить с одним человеком на друге. Нравственный недуг она болеет и болезнет. Она и сама не рада, конечно, потому что каждой женщине хочется верности. Потому что настоящая любовь верной к отношениям называется. Нет, верности нет любви. Чужие люди. Есть верность, есть чистота отношений к ней и заслужения. У каждой женщины нет, и кого хочется. Но так как ей хочется развлекаться в сердце, ну как-то ей тянет к мужикам. Это полезно. И люди, которые видят такую женщину, она вызывает неприязнь в сердце сразу. Даже ты не знаешь, что она так живет, неприязнь вызывает. Потому что или чистая энергия от женщины идет, или грязная. женщина излучает как чистоту или грязь. А грязь она излучает противность когда чистоту и радость. Но женщине невозможно быть равнодушной. Она всегда что-то излучает или чистоту или грязь всегда из нее исходит. Вот. И в этот момент надо вспомнить высказывание вот этого. Точно так же относитесь к нравственным недугам. Тебе тяжело, но ты должен с позиции разума назвать действие жить с позиции разума. С позиции разума ты должен пытаться не относиться хорошо. Потому что она знает, что она болеет. Ко мне одна женщина один раз подошла в консультацию. И смотрит на меня такая, смотрит. Молодая красивая девушка смотрит на меня. Я говорю, вы что хотите сказать? Она говорит, я не могу сказать. Я говорю, ну, скажи, не будет. набралась силы, я говорю, всю жизнь в проституке работаю. Много лет. Но ваша лекция начала слушать и бросила. Теперь не знаю, как мне жить. Я говорю, теперь надо начинать жить. В этот момент, когда она мне сказала, да, как произошло психически, я убедил ее в жизни, в чувства. Но я взял себя в руки и начал подумать и на с ней разговор. Почему? Потому что она уже не болеет. Веды говорят, что человек, который понял свои ошибки, он уже не болен. Ему не надо относиться как к человеку, который плохо живет, неправильно. Он уже правильно живет. Он же стал на правильном и надо помогать в нашей области. И она потом исправилась. Я ее встретил, она уже замуж. То есть нужно страдать не означает петь боль удара исходящего человека, удара его нравственного, нравственной болезни, нравственной нечистоты. Это признак культуры правильного отношения к людям. Но скажешь ты, у человека есть разум, то есть это продолжение фразы, но скажешь ты, у человека есть разум, помощью которого он может сознавать свои пороки с оправданием ума. Почему он не сознает свои права? У него уже есть разум. Это верно. Следовательно, и ты обладаешь разумом и можешь разумным обхождением привести человека к сознанию, осознанию своих недостатков. У него есть разум, верно, но у тебя тоже есть разум. Ты можешь по-доброму к нему вести, если это признак разумности. Но если я не отношусь к нему по-доброму, скотина такая, опять напился, что это означает? означает, что ты достойна этого человека. Вот какой он, такой ты. Потому что если ты по-доброму не можешь писать, значит твоя карма уже сильнее, чем это наказание. А если ты вообще его простила, тогда отработала уже почти карма. Потому что когда женщина постоянно прощается в группе и нет, то в это время она реально изменяет свою судьбу. То есть ему тоже тяжело так жить, потому что у него совесть начинает. Но когда она кричит, у него все нормально. Можно продолжать?